Вика и Данелия – новички отряда Герои Неба и победительницы конкурсного отбора «Нам доверена память». Вступив в ряды поисковиков, девчонки смогли принять участие в проекте. Ученица 18-й школы рассказывала о своем прадедушке-фронтовике, а ее подруга – об истории Всероссийского движения по восстановлению солдатских имен. Я участвовала в номинации «Поисковое движение в 21 веке», писала научно-исследовательскую работу. Дети до 10-ти, до 11-ти лет, в 40-х, ну то есть уже послевоенные годы, наверное, больше из 50-х, 60-х, полностью занимались идентификацией останков, которые они нашли. И я просто в шоке, что дети были заинтересованы, сами углубились в эту тему, полностью без сопровождения взрослых, учителей, родителей. Я, в общем, писала сочинение, называлась оно «Память о войне». Я участвовала в номинации «Чтобы не распалась связь времен». За свои находки подружки были отмечены в разных номинациях, но одинаковым призом – путевкой в центр «Орленок» на слет школьных поисковых отрядов. В Краснодарском крае уже в октябре они будут представлять красногорских героев неба, а по возвращении примутся за новый проект. На них возлагается миссия организации экспозиции, посвященном лётчицам 46-го ночного бандировочного полка «Ночные ведьмы». Они будут заниматься созданием новой экспозиции, они будут представлять деятельность 46-го полка на всех ближайших выставках и работать по этому направлению как гидами в школьном музее «Авиация Героя Неба». К экспозиции также готовятся поднятые из земли Як-1. Его детали курсанты отряда провезли из летней экспедиции в Зубовском районе. Шире выставка в музее, который располагается в 6-й гимназии, станет и за счёт недавних подарков. Это шесть копий самолётов времён Великой Отечественной и несколько летательных аппаратов авиамоделистов клуба «Копиист».